Я уже выразил в своем твиттере благодарность Елене Мизулиной, как инициатору этого закона. Я считаю, что она сделала прекрасное дело. Ее инициатива, безусловно, защищает Россию как уникальную страну, с уникальной цивилизацией. Думаю, что Россию в этом смысле поддерживают и подавляющее большинство украинского населения, безусловно, поддерживают православные Грузии, как мы видели. С нами Кавказ, с нами Средняя Азия, с нами все цивилизованные и нормальные люди. Цивилизованные в хорошем смысле этого слова, а не в западноевропейском смысле. Кроме этого, я считаю, что за этими законами надо делать следующий шаг. Надо поддерживать, безусловно, финансово, информационно, организационно, то движение сопротивления, которое в наших глазах возникает в Западной Европе. Те политические партии, неважно, правые или левые, левые, к сожалению, являются промоутерами политической садомии. Значит, надо заключать соглашение с Жан-Мари Лепеном, значит, надо заключать соглашение с Карл Хайнсом Христианом Штрахе, с Национальным фронтом о Франции, с Австрийской партией Свободы. Значит, надо идти на прямые контакты с теми, кто придерживается традиционной антропологии, видения человека как уникального существа, существующего как мужчина и как женщина, и союз между которыми является одной из обязанностей для человека как биологического существа и как высшего существа, потому что я человек верующий, я считаю, что помимо того, что у нас есть биологическое начало, у нас есть еще и духовное начало. Человек — это единственное существо на Земле, которое знает о том, что он умрет. Никто не способен рефлексировать собственную смерть, никто не способен к творчеству, относительно собственного «я», собственной личности в таком масштабе. Поэтому защита человека является важнейшей задачей этих законов, человека как особого существа, особого человеческого типа. Поэтому я приветствую, безусловно, эти законы, считаю, что надо идти дальше, жестче в этом вопросе и больше. Естественно, я не являюсь противником частной жизни людей, и в своей частной жизни люди могут жить, как они хотят. Они могут любить, кого хотят, могут как угодно. Я не священник, поэтому я не буду указывать кому-то, грех или не грех он совершает. Речь идет не о частной жизни, хочу, чтобы ясно понимали. Речь идет об интервенции этих принципов в публичное, социальное или политическое информационное пространство. Это совершенно разные вещи. Человек не может и не должен таким образом вовращиваться наизнанку и разоблачаться перед всеми. Более того, мы не можем пропагандировать нормальность ненормального детям. У каждой в жизни есть доля ненормальности. Каждый человек в своей жизни, в частной, как мы знаем, из Фрейда или из Юнга, или из Адлера, или из Фрома, или из Франкла и так далее, можно американскую школу перечислить психологическую, и имеет бессознательное, которое провоцирует в нем теневые, темные стороны, желания, которых человек даже боится себе признаться. Это есть в каждом, абсолютно. Но мы стоим на позиции, что есть грех. Западный неолиборизм снимает понятие греха. Он говорит, что есть проблема, которая в тебе. И просто дай этой проблеме возможность развиться в себе. Вот как бы не бойся сам себя. А мы говорим, что это грех. И что грех является фундаментальным этическим принципом. Мы можем быть грешными, мы не святые, но грех есть. И это две вещи, которые несовместимы между собой. Россия должна быть на позиции антропологии, которая определяет человека как биологическое существо, наделенное, я даже нерелигиозными терминами сейчас это опишу, наделенное возможности глубочайшей внутренней психической рефлексии и стоящей на позиции развития истории в рамках традиционных факторов и форматов антропологии мужского и женского и их соединения между собой. Редактор субтитров А.Семкин